Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Травмы, полученные на детских площадках. Кто несет за это ответственность? Торговый городок, история, настоящее будущее. Найдется ли инвестор? 21 век на страже порядка. Сотрудники следственного комитета используют в работе новейшие технологии. Качели, вертушки и турник – все это можно увидеть на детских площадках. Что делать, если вещи, созданные дарить радость, угрожают безопасности детей? А управляющие компании никак не реагируют. И кто виноват, если ребенок уже получил травму на небезопасной площадке? На эти вопросы искала ответы Анна Малистова. В Рязани прошла горячая линия по безопасности детских площадок. Рязанцы в течение двух дней могли задавать интересующие их вопросы или пожаловаться на состояние горок или качелей в своем дворе. На вопросы горожан отвечала уполномоченная по правам ребенка Рязанской области. Мы периодически это проводим, и очень полезно это. По каждому сигналу, абсолютно по каждому реагируем. И в зависимости от того, что требует, какая пришла к нам информация. Вот это будет и направлено, допустим, письмо в администрацию города. Так что обязательно будет реакция соответствующая. По телефону заявили, что вне горячей линии по вопросам безопасности площадок можно обращаться по электронной почте или прийти лично к уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области. Сломанные качели, беседки без лавочек и заросшие травоплощадки здесь не редкость. Опасные площадки находятся на улицах Советской армии и Новоселов. Беседка. 50 лет ровно. Ребята лазают и падают с нее. Там одни железки, все разбиваются. Видите, какая площадка? Нежды не посидеть, ничего, ни скамеечек, ничего. Плохо. Помимо всего сказанного, во дворах мусор, пустые бутылки из-под алкоголя и окурки от сигарет. А вот еще одна площадка, уже на улице Черновицкой, 25, корпус 1, которую установили 4 года назад. С тех пор ее так и не ремонтировали. Татьяна с другими жителями дома уже в течение двух лет пытается достучаться до своей управляющей компании. Дело дошло до администрации города, но пока ничего не изменилось. Качели не работают. Там качели спилили на второй день. Приехал премьер комфорта, сказали, что они плохие. Сделают, повесят новые. В итоге качелей как не было, так и нет. Стоит ли говорить о безопасности горка качелей в этом дворе, когда даже обычная перекладина приходит в движение от небольшой нагрузки? Лилия каждый день приходит на эту площадку вместе с сыном Леонидом. Мы на эту площадку приходим, так как у нас возле дома вообще нет площадки, на Гоголе 33. Приходим сюда. Вулуны вот здесь торчат. Песка мало. Мы, допустим, босиком ходим. А вот та самая площадка на Гоголе 33. Жители не раз обращались в ту же управляющую компанию. Доски просили сделать. Они взяли, сказали, пришли, соединили просто бока. И эти бока в данный момент все развалились. Сколько куда ни ходили в комфорт, в дом управления. Потом у нас Худяков, наш депутат, просили. Так кто же все-таки отвечает за безопасность детских площадок? Все зависит от того, на чьей территории находится детская площадка. Обычно это либо муниципалитет, в этом случае отвечает за все город, либо это земельный участок, который относится к общему имуществу квартирного дома. И в этом случае отвечает уже управляющая компания, либо ТСЖ. Если площадка угрожает здоровью или жизни ребенка, необходимо написать заявление в муниципалитет или обратиться в вашу управляющую компанию, четко прописав все претензии. Зачастую управляющая компания никак не реагирует на такие заявления. В этом случае следует обращаться уже в вышестоящие органы, в жилищную инспекцию, также в прокуратуру. Если ребенок уже получил травму на небезопасной площадке, необходимо обратиться в суд. Можно требовать от управляющей компании или муниципалитета материального возмещения на лечение и компенсацию морального вреда. В настоящий момент в России нет закона, который бы регулировал безопасность детских площадок или контролирующего их органа. Поэтому, когда дети будут играть на площадках, которые не угрожают их здоровью, пока неизвестно. Анна Малистова, Станислав Кудрышов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Вопрос досуга и комфортной городской среды стоит для современного человека, если не на первом, то уж на втором месте точно. Мест для активного отдыха в Рязани становится больше, но, к сожалению, некоторые незаслуженно забыты. Среди них и торговый городок. Городские власти каждый год говорят о реконструкции его территории и поиске инвесторов, но пока желающих взять на себя заботы по проведению работ не нашлось. О том, в каком состоянии торговый городок находится, сейчас узнаете из следующего сюжета. Горы мусора. Так можно охарактеризовать состояние торгового городка. Если пройти через рынок, то спокойствие нарушают лишь снующие повсюду голуби. Они здесь почти единственные постоянные обитатели, если не считать случайных прохожих. К нашему удивлению, посетив это место, мы обнаружили бригаду по уборке мусора дирекции благоустройства города. Сотрудники нам рассказали, что машина вмещает в себя более четырех тонн. За день вывозят несколько таких машин. Ветки, бутылки, сухая трава и еще множество другого разнообразия уже покинули торговый городок. Но до прежнего благолепия очень далеко. Виктор Чамкин помнит местные пейзажи 30-летней давности. И ему есть с чем сравнивать. Когда-то давно мужчина гулял здесь с детьми и внуками. Приятное воспоминание. Это был такой культурный уголок. Работали все павильоны. Оживленно здесь было. Здесь гуляли люди, потом ходили в лесопарк. Потом все это разрушилось. Величественные скульптуры, кломбы и целый ансамбль архитектурных сооружений. Торговый городок задумывался как место демонстрации народных достижений. Лет 30 назад здесь работал прекрасный фонтан, который служил оазисом для детей и взрослых с жаркими летними днями. Фонтан был настоящей изюминкой торгового городка. Сейчас здесь встроенными рядами лежат разве что кирпичи. Сейчас на зданиях, которые по праву являются памятниками советской архитектуры, растут деревья. А крыша служит пристанищем все для тех же птиц. Сейчас эти здания находятся в полуразрушенном состоянии. А ведь когда-то торговый городок был местным аналогом ВДНХ. Некоторые здания все же сохранились, но и они требуют серьезной реставрации. Мы обратились в администрацию города с вопросом, когда торговый городок обретет вторую жизнь. Вот что нам ответили. В последнее время управлением инвестиционной политики развития малого бизнеса и потребительского рынка проводилась работа по поиску потенциальных инвесторов для выработки комплексного решения развития торгового городка. Учитывая, что территория торгового городка является зоной подтопления, а также разрозненность расположенных на его территории зданий, решение, позволяющего сохранить уникальность торгового городка и устраивающего администрацию Рязани, не выбрано. В настоящее время работа по привлечению инвесторов для развития торгового городка продолжается. Конец цитаты. Пока администрация ищет решение, единственная уникальность, которую ежедневно наблюдают рязанцы – грязь, надписи на стенах и неприятные компании. По вечерам. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Несколько лет назад появился проект под названием «Экологическая реабилитация Рюминского пруда». Первая и самая главная задача – очистить пруд от донных отложений, коих за много лет скопилось не так уж и мало. Для этих работ привлекалась специализированная техника под названием «Ватермастер». Спустя 9 месяцев работы по очистке пруда закончились, а вот мусора, по словам местных жителей, осталось еще много. С первого взгляда это обычное поле, на котором ничего не растет. Однако на самом деле это дно реки Лыбедь – одного из водопритоков Рюминского пруда. Буквально на днях в социальных сетях появилось сообщение о болотистой местности на Рюминском пруду. В сообщениях говорилось о том, что хоть сам пруд почистили, то об одном из его участков просто забыли. Мусор, обломки веток и деревьев – все это находится буквально в центре парка культуры и отдыха. Люди всем этим, естественно, недовольны. Конечно, это шутка этому отрицательная. Это часть нашего города, это во-первых. Потом все-таки человеческая культура о чем должна нам говорить? О том, что все должно быть чисто и аккуратно? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы этого не было, чтобы почистили. Потому как воняет, ну и взгляду не очень приятно. Ой, мы тут в гостях, но это просто такое место, хочется, потому что оно было шикарное. И это будет, по-моему, самый-самый такой подарок горожанам. Это не парк, это будет чудо просто. В Рюминский пруд вода попадает через три водопритока. Со стороны самого парка, с водоема у дороги, а также из реки Лыбедь. Для того, чтобы поддержать чистоту в самом пруду, у каждого из притоков были построены фильтрующие дамбы. Что это позволит нам сделать? То есть загрязненные стойки с поверхности как водных объектов, так и прилегающие территории будут, проходя через эти фильтрующие сооружения, очищаться. То есть в самом пруду будем надеяться, что качество воды у нас улучшится, как минимум на один показатель. На другом берегу Рюминского пруда была построена плотина со специальным затвором, который позволит поднимать и опускать уровень воды в водоеме. Сейчас, по словам Надежды Абрамкиной, он очень низкий. Пока есть некие технические моменты, которые нам не позволяют наполнить пруд до его нормативного подпорного уровня. Это было буквально неделю назад, сейчас просто очень сухо и требует регулировки самого сооружения. По одной из версий, из-за низкого уровня воды в реке Лыбе, теперь в Центральном парке культуры и отдыха можно увидеть дно этого водоема. То есть ничего необычного тут нет, возможно низкий уровень воды здесь только временно. Работы по очистке Рюминского пруда прошли в 2017 году, было удалено 12 метров донных отложений. Всего вывезли больше 80 тысяч кубометров обезвоженного мусора. В планах администрации города Рязани установить здесь фонтан с подсветкой, обустроить лодочную станцию и пляжи, посадить специальные растения, которые обеспечат экологическую защиту водоема. Подобные планы возникали у власти города еще в 2016 году. В настоящее время, в соответствии с проектом «Комфортная городская среда», такие работы планируют выполнить до конца этого года. В каком виде останется водоприток со стороны реки Лыбедь, неизвестно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Отсидев треть своего срока, женщина совершила побег из колонии поселения номер 4 Скопинского района. Произошло это 3 июля. Осудили женщину за кражу. Подробнее расскажет Валерий Седов. Сегодня в Рязани новостью номер один стала информация о побеге заключенной из-под стражи. Притом сообщения в СМИ были довольно противоречивыми. Общим было только одно. Побег произошел из колонии поселения номер 4 Скопинского района. Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний искренне не понимают, чем был вызван подобный интерес к этой новости со стороны СМИ. Происшествие хоть из ряда вон выходящее, однако ничего необычного здесь нет. 3 июля во время планового выезда из колонии поселения Скопинского района номер 4 в центральную районную больницу, одна из осужденных, воспользовавшись тем, что внимание к ней ослабло, сбежала из-под стражи. Были приняты экстренные меры по ее розыску. С этой целью использовались силы и средства подразделений К1, К3, непосредственно колонии поселения К4. Женщину задержали в 10 часов вечера в городе Скопине и вернули в колонию поселения. В рамках служебной проверки будут выявлены все обстоятельства произошедшего. По информации следствия, женщина отбывала наказание за кражу. Из положенных полутора лет срока ей оставался год. Какое наказание сулит ей за побег, пока неизвестно. В 2018 году это первый случай побега из скопинской колонии поселения номер 4, а в общей статистике по региону уже третий. С начала 2018 года у нас это третий случай. Два предыдущих были также с участков колонии поселения допущены. Осужденные в течение суток были также задержаны и возвращены обратно в учреждение. По словам сотрудников исправительных учреждений, чаще всего заключенные не имеют плана побега. Они действуют по внезапному импульсу. Так же произошло и 3 июля. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Определить убийцу по анализу крови или запаху – это вовсе не сюжет детективного сериала о будни криминалистов Следственного комитета. Более 40 преступлений в этом году раскрыты благодаря современной технике. Ее используют как для раскрытия недавно совершенных преступлений, так и для того, чтобы найти преступников прошлых лет. О том, как работает уникальная техника, расскажет Дина Исляева. Работать на месте преступлений и выезжать с техникой в любой уголок области. Например, на одном из пожаров обнаружили владельцы предприятия. Найти преступника, который его убил и поджег здание, помогли криминалисты. На прилегающих зданиях частного сельскохозяйственного предприятия территории были обнаружены фрагменты резиновых перчаток. Кроме того, при помощи также имеющихся на вооружении в отделе криминалистических экспресс-тестов для обнаружения следов биологического происхождения, в указанном здании были обнаружены следы крови человека на поверхности стены и выключатели, из которых были произведены соответствующие смывы. В кабинете криминалистов десятки уголовных дел. Кроме текущей работы, они еще занимаются преступлениями, которые были совершены, когда такой техники, как сейчас, не было. Если обнаружилось на месте происшествия кровь, то, к сожалению, экспертным путем можно было сказать о ней только группу. Современные возможности позволяют путем производства молекулярно-генетических судебных экспертиз определить конкретный генотип конкретного человека и уже с точностью сказать, что именно этот человек совершил то или иное преступление. Криминалисты досконально исследуют место происшествия, помогая следователю найти то, что он не увидит своими глазами, и изъять на экспертизу. По уголовным делам коррупционной направленности нам необходимо для следствия восстановить переписку, даже из различных мессенджеров. Нам это порой удается, и данная информация порой ложится в основу доказательной базы по уголовному делу. Ежегодно благодаря работе криминалистов раскрывается порядка 40 уголовных дел, которые были совершены, когда еще не было такой техники, которая есть сейчас. Кроме того, благодаря их работе раскрываются тяжелые преступления. Дина Ислеева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Случай вандализма в центре города. Рязанские полицейские задержали вандала, разбившего стекло на остановке «Стадион Спартак» на улице Маяковского. 2 июля в интернете появилось видео, где один из молодых людей разбивает стекло на остановке. Сотрудники отдела МВД по Советскому району установили, что ответственность за это несет 17-летний житель Рязани. Сейчас мне как-то стыдно перед родителями вообще здесь сидеть. Рассказывать это все как-то стыдно не по себе. Родители, то есть, за меня там старались воспитывать там. Не думал в тот момент, что все так произойдет. Думал, все останется безнаказанным. Вместе с ним присутствовали студентка колледжа и его друг-школьник. Проверка установила, что до этого компания всю ночь провела в одном из клубов. В 5 часов утра после выпитого алкоголя ребята решили пройтись по городу. Результатом этой прогулки и стало данное видео. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Полицейские провели профилактическую беседу с родителями злоумышленников о недопустимом поведении и употреблении спиртных напитков. Также устанавливается, почему несовершеннолетним продали алкоголь после 10 вечера. «Заплати налоги и спи спокойно» – эта фраза уже стала прописной истиной для многих. Но бывают случаи, когда надежда на авось пронесет, доводит до тюрьмы. Так случилось и с рязанским индивидуальным предпринимателем. В отношении него заведено уголовное дело. Основанием стало подозрение в уклонении от уплаты налогов и сборов физического лица. Под данным следствия, индивидуальный предприниматель в 2016 году получил от реализации 1,3 права собственности на автозаправочный комплекс доход в размере 30 миллионов рублей. Но в первичной налоговой декларации по упрощенной системе он этот доход не отразил. Тем самым уклонился от уплаты налога на сумму более 3,5 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов региональных управлений МВД и налоговой службы. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, которые направлены на сбор доказательственной базы и вины предпринимателя в совершении налогового преступления. Также в ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба в бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается. Пожарные эстафеты, боевое развертывание и полоса препятствий соревнования по пожарно-спасательному спорту среди главных управлений МЧС России проходят в Рязанской области. В нем принимают участие 15 команд из регионов Центрального федерального округа, а также 6 команд специальных управлений Федеральной противопожарной службы МЧС России. О том, как проходят соревнования в нашем следующем сюжете. Откладывай! Откладывай! Условия на соревнованиях для пожарных максимально приближены к рабочим. На пласте препятствий нужно потушить пожар, подняться по лестнице, на крышу, развернуть пожарный рукав. Это наш конек, можно сказать. Конек и основной смысл работы нашей с самого юношества занимаемся спортом. Отсюда и уже интерес, и это часть жизни. Наш спорт является служебно-прикладным. То есть это, по большому счету, все то, что пожарные делают каждый день в своей работе. Они тушат, они забираются по лестницам, они спасают, преодолевают препятствия. По итогам соревнований выберут команду, которая отправится на всероссийский этап конкурса. А пожарные, показавшие лучшие результаты, получат премии уже когда вернутся в свои части. Дина Ислеева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52 53 54. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова